Мир кинематографа таит в себе множество умопомрачительных секретов. Какие истории скрываются за культовыми моментами любимых фильмов? Задумывались ли вы, почему именитый режиссер взялся за тот или иной проект? А знали ли вы, насколько близки мы были к тому, чтобы увидеть душераздирающую смерть любимого героя в известной трилогии? Как бы ни было трудно поверить в них, все факты из этого выпуска настоящие. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас несколько историй, которые перевернут представление о любимых фильмах. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра! Титаник Джеймса Кэмерона Не просто эпическая история любви на фоне трагедии с невероятным бюджетом, который, кстати, превысил реальную стоимость самого судна Титаник с поправкой на инфляцию. Строительство 52 тысячи тонного корабля в 1912 году обошлось в 7,5 миллионов долларов, что эквивалентно 120 миллионам долларов в 97 году на момент съемок фильма. В то же время блокбастер Кэмерона потребовал более 200 миллионов долларов бюджетов. А знаете ли вы, что на самом деле привлекло режиссера к этой истории? Казалось бы, создание фильма — это шанс рассказать красивую историю любви на фоне трагедии или получить заветные награды. Но нет. В интервью журналу Playboy в 2009 он признался. «Я снял Титаник, потому что хотел погрузиться на затонувший корабль, а не потому что мне особенно хотелось снять этот фильм». Исследование обломков Титаника стало его главной целью. И ему это удалось. Кэмерон организовал 12 экспедиций к затонувшему судну, а сам фильм «Титаник» в итоге получил 11 премий Оскар. И это не говоря уже о нескольких потрясающих документалках от Кэмерона. Неплохой результат для проекта, который родился из желания режиссера исследовать затонувший корабль. А знали ли вы, что за всю кинотрилогию «Властелина колец», как в кинотеатральной версии, так и в режиссерской, Леголас произносит в адрес Фродо всего одно предложение из пяти слов? Да, несмотря на то, что он является одним из ключевых персонажей истории, и на то, что он много времени проводит с Фродо и не раз с ним общается в книгах Толкина, в фильмах их единственный разговор происходит в «Братстве кольца», когда Леголас соглашается сопровождать Хоббита, произнося только пять слов «And you have my bow». В русском переводе фраза звучит еще короче. Поразительно, но это все, что они говорят друг другу на протяжении почти 12 часов экранного времени. Неудивительно, что фанаты с трудом в это верят. Этот любопытный факт даже перерос в забавную теорию. Фродо, возможно, и не помнил имя Леголаса, когда «Братство» воссоединилось в конце трилогии, ведь тот ни разу за фильм не произнес его вслух. И раз уж мы начали про «Властелина колец», трилогия наполнена бесстрашными героями, отважными людьми, эльфами, гномами, могущественными волшебниками, но в центре эпической истории, естественно, четыре Хоббита волей судьбы, оказавшиеся втянутыми в войну кольца. Фродо, Сэм, Мэри и Пиппин, эти маленькие герои, невзирая на орков, троллей, пауков и других чудищ, сумели пройти через все испытания и дожить до конца книг и фильмов. Но примечательно, что один из них, по задумке студии, должен был погибнуть. Когда Питер Джексон приступил к экранизации этой легендарной истории, продюсеры настоятельно требовали от него убить одного из Хоббитов ради драматизма и вот этого всего. Однако, как вспоминает актер Доминик Монаган, сыгравший Мэри, цитата, «Я думаю, Питт совершенно справедливо сказал, это выдающееся произведение, и мы должны придерживаться текста». Он остался верен своим принципам. Конец цитаты. В итоге, все Хоббиты благополучно дожили до финала, подарив нам незабываемую историю о дружбе, отваге и самопожертвовании. Следующая история про другую знаменитую и любимую всеми франшизу. Знали ли вы, что Гарри Поттер не произносит ни единого заклинания в философском камне? Да, это правда, если не верите, пересмотрите. Несмотря на то, что юный волшебник регулярно размахивает волшебной палочкой, за весь фильм он не произносит ни одно заклинание вслух. Хотя он учится заклинаниям на уроках, например, тому самому Вингардиум Левиоса, а не Левиоса, он ни разу не использует их на экране. Гермиона Грэнджа, Рон Уизли и даже Симус Финнигом все они пытаются колдовать в философском камне, но только не Гарри, просто человек-декорация. Конечно, в фильме мы видим несколько случайных искр магии, когда он опробует свою палочку в магазине Оливандра, но технически он не произносит ни одно вслух. А значит, зрителям придется ждать второго фильма, чтобы увидеть его первое успешное колдовство. И напоследок супер-ироничная деталь. Фильм Мартина Скорсезе «Волкс Уолл Стрит», обличающий жажду наживы, сам был частично профинансирован из нелегальных источников. В 2015 году продюсерская компания Red Granite Pictures оказалась в центре скандала, связанного с Малазийским фондом. Как выяснилось, продюсер украл из него деньги, чтобы покрыть 100-миллионный бюджет фильма. «Волкс Уолл Стрит» фактически стал инструментом для отмывания денег. В итоге Red Granite выплатила 60 миллионов долларов США в качестве компенсации, а сам Джордан Белфорд, его роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо, отсудил у компании 300 миллионов долларов. Реальная история, которая слишком нелепа, чтобы не быть правдой. На этом у меня сегодня все, спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписывайтесь на канал и нажимайте на кнопки под плеером. И до встречи в следующем, пока!